Призывная кампания стартовала неделю назад и продлится до 31 декабря. Ряды новобранцев пополнят около 700 парней из Хакасии. Это на 200 человек больше, чем в весенний призыв. При этом альтернативный вариант снесения службы никто не выбрал. Отмечено, что из-за пандемии отправки будут проходить скромно. Мы будем ограничивать, отменяем все массовые торжественные проводы. Это у нас традиционно было в республике, всегда было принято. Это ребенок, который поступает уже в военный комиссар, он будет полностью ограничен именно в доступе и в связях с родными и близкими. Вход в военкомат для призывников только через поликлинику, где каждому будущему бойцу проведут тест на коронавирус. Разумеется, бесплатно. Мы централизованно получили из Министерства обороны вот такие тесты. Вот такая коробочка, в нее 20 тестов входит. Значит, медицинская сестра нашего военкомата республиканского будет встречать эти команды в городской больнице. Заводят туда, там по одному, социальная дистанция, и каждому из них проводится такое тестирование. 15 минут и результат на руках. Дальше в обработанном транспорте парней доставят на сборный пункт. Механизм уже отработан, родителей просят не переживать. Наших ребятишек мы отправим в военной форме одежды, по сезону. То есть они поедут в комфортной одежде. Мы обеспечим индивидуальный рацион питания нашим ребятишкам. То есть всю дорогу они будут сыты, накормлены, одеты, обеспечены на весь путь следования масками, дезинфицирующими средствами для рук. Долг родине отдавать будут в разных частях, от Калининграда до Дальнего Востока. При этом больше половины призывников направят в сухопутные войска. А вот без козырку примерят всего 3% новобранцев. Есть и совсем эксклюзивные войска. Только трех человек из Хакасии включили в научную роту Питерской военной академии связи.